добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и вы на канале доктор баня по белому сегодня мы будем говорить о том насколько полезна баня с электрической печью потому что последнее время люди возмущены что мы почему-то где-то как-то электрическую печку отжали в сторону и даже говорим о ее несостоятельности так вот если и были разговоры об электрической печи то были сравнения электрической печи с дровяной печью и когда говорили о том что электрическая печь уступает дровяной печи по наборе температуры по парогенерации по мягкости климата да это есть но это те электрические печи которые вот стандартно производят ну там их называют финские да они давно уже не финские там ну в китае там где угодно их лепят как говорится как пирожки и они ну не соответствует во-первых по нельзя поливать водой они просто для создания саунных режимов не больше не меньше но если вы посмотрите внимательно то мы кроме дровяных печей выпускаем еще и электрические печи и наши печи как раз имеют все преимущества те которые должны создавать электрические печи да они дольше нагреваются это правда они требуют электроэнергию и при том что в чем вот как раз главный недостаток электрических печей не в том что они именно только электрические и там много электричество сильно дорогое а в том что требование допустим вам нужно 9 киловаттную печь для вашей бани а вот как у меня допустим подключенная мощность моему дому 5 киловатт понятное дело мне ну никак электрическая печь не подходит а там где у людей допустим живут они в коттеджах где рядом невозможно чтобы вы поставили дровяную печь и этим самым мешали там чтобы ну вот как как-то некоторые даже шашлык не могут рядом пожарить у них рядом два дворы у них там все газифицировано все электрифицировано ну конечно им ставить только электрическую печку потому потому что любой дымок несмотря на то что допустим наши печи казачка они в только на время растопки дают ну дым а постом дыма нет вообще за благодаря дожигу пиролизных газов то все равно вот этот вот процесс в период начала все равно он имеет быть дым есть начале и его никуда не денешь пока не не разгонится печь а если печь тем более там других производителей которые однозначно не имеют пиролизного дожига ну там дым будет весь период поэтому вот сравнивать что эффективнее что полезнее ну я вам скажу это не совсем правильно я же говорю есть яркие показатели что дровяная печь просто быстрее разгоняется интенсивнее лучше прогревает камень если у вас каменка лучше прогревает парогенератор это да тут преимущества прямые в остальном электрическая печь ни в чем не уступит дровяной поэтому не слушайте тех кто говорит что нельзя ставить электрическую печь просто нужно знать нельзя какую ставить электрическую печь какие режимы вы хотите поставить на хватит ли у вас напряжение в сети вот в чем нужно смотреть и насколько у вас ну соответствует допустим ну электричество да она получится дороже или как некоторые утверждают да вы еще сравните с то что от дровяной сколько грязи пыли все но это знаете сравнение не совсем соответствует поскольку ну если у человека свой сад у него всегда есть отход древесины почему ему и потом эту древесину не сжечь не сжечь банной печи плодовые это вот твердо лиственные породы и они очень дают хороший жар и баня будет просто великолепно печь будет хорошо разогреваться и и как некоторые говорят вот грязь все ну тогда можно сравнить также зачем иметь кухню когда можно пойти в ресторан и у вас будет чисто в доме не будет запаха вот этого приготовления пищи понимаете нельзя так вот категорично все это решать нужно каждому процессу подходить творчески нужно находить только правильное решение нужно находить то что вам полезно и если вам удобно электрическая печь а баня в любом случае полезно будьте нас электрической печи будьте нас дровяной печи то вы получите то что нужно если поставить электрическую печь поэтому я категорически заявляю что нельзя нельзя это я просто категорически нельзя шаблонно подходить при решении вопроса нужно всегда находить оптимальное решение у кому-то дровяная а кому-то электрическая печь и поэтому электрическая печь но ничем не хуже если она сделана правильно если у нее есть парогенератор если она выдает много пара если можно регулировать температуру если можно просто напросто с ней долго париться без каких-то проблем вот кратце так а то что печи наши есть белокаменка и парогенератор по белому это пожалуйста заходите наш наш сайт смотрите и вы увидите что это все есть это существует и можно создавать правильное решение всем доброго